Всем привет, добро пожаловать на канал. В предыдущем ролике, где я подключаю старый LTE-монитор к современному компьютеру, я обещал, что если это видео наберет больше 50 тысяч просмотров, я сниму продолжение, подключу к этому же компьютеру черно-белый старый телевизор. Видео набрало больше 100 тысяч просмотров, поэтому сейчас вы увидите продолжение этого видео. Если вы часто работаете с PDF-файлами, то вам может пригодиться программа под названием Swift Do PDF, с помощью которой можно производить редактирование PDF-файлов. Вы можете редактировать текст, копировать его прямо в Word или Excel, добавлять текст в любой области, можете рисовать. Вы можете загружать картинки прямо в PDF-файл, настраивать прозрачность, поворачивать, добавлять ссылки. Вы можете конвертировать файл в любой формат, то есть в Word, в Excel, в текстовый документ, в HTML, в изображение и наоборот. То есть все документы Office, формат PDF. Простыми словами, все инструменты для работы с PDF-файлами. Если интересно, то все ссылочки будут в описании. Ну, начнем с того, что оказалось, что найти старый черно-белый телевизор не так уж и просто. По всей видимости, они просто никому не нужны, их выкидывают на свалку. Ну, согласитесь, кому кроме меня сейчас нужен черно-белый телевизор. Я долго искал, но мне удалось все-таки что-то найти. И то, что я нашел, вы сейчас видите на своих экранах. Да, он оказался небольшой, но, блин, других телевизоров просто нет в продаже. Не, ну, конечно, они есть. Просто вот у этих старых телевизоров отсутствует разъем RCA, который нам нужен для того, чтобы вывести изображение и звук. Это старый телевизор Sony TV88A. Выглядит он как-то так. Здесь у нас идет старая серверская вилка. Как вы можете видеть, провода торчат. Очень опасно. Что для подключения очень было важно, так это наличие вот этих разъемов RCA. Потому что, а как еще мы смогли бы подключить его к нашему компьютеру? Но как же мы сможем подключить наш старый черно-белый телевизор через аналоговые разъемы к современному компьютеру, где даже нету разъема VGA? Для этого я воспользуюсь вот таким специальным переходником. Точнее, переходником это конвертер. Торий преобразует входящий сигнал от HDMI, то есть от видеокарты, на выходящий RCA. То есть, на наш телевизор. Ну и естественно, для подключения нам понадобится RCA кабель. Мы будем использовать только две вилки из трех. Ну что, подключаем наш черно-белый телевизор к компьютеру. Подключение переходника выглядит как-то так. Но для того, чтобы вы понимали размеры данного телевизора, вот фотография, где он стоит рядом с 27-ти дюймовым монитором. То есть, это не просто маленький телевизор, это очень маленький телевизор. Надеюсь, он вообще в исправном состоянии. Попробуем включить. Ох, мои глаза. Здесь есть еще динамики. Возможно, и даже звук мы сможем на нем воспроизвести. Для того, чтобы появилось изображение, сзади нужно нажать вот такую кнопку. Так, и у нас появляется изображение, но оно дергается. Блин, неужели ничего не получится сделать? Сзади еще есть какие-то регуляторы. Может, их нужно подкрутить? Да, это оно. И смотрите, что у нас на экране. У нас на экране Windows 11. На маленьком черно-белом старом SR-овском телевизоре. Попробуем настроить звук. О-хо-хоу. Да ладно, работает. С помехами, конечно, но... Его слышно? У нас сейчас происходит дублирование экрана. Сейчас я отключу основной монитор, чтобы изображение было только на старом телевизоре. Так, попробуем настроить разрешение. Заходим в параметры экрана. Разрешение дисплея. Нам пишет 800 на 600. Но здесь есть рекомендованное разрешение 1280 на 720. Попробуем его выставить. Ну, сейчас я даже не знаю, как лучше. Наверное, все-таки стоит оставить 800 до 600. Здесь, по крайней мере, вы можете читать, различать текст. То есть, вы видите, да? Персонализация, приложение, время. Все читается. Ну и по традиции попробуем зайти на свой канал. Слушайте, смотрите, все читается. Он становится ли Windows. Нэшвит. Система. Представьте, сколько болей и нервов пришлось пережить пользователю. Особенно тогда, когда не было интернета в такой доступности, как сейчас. И звук нормально работает. Ничего себе. То есть, на этом телевизоре даже можно просматривать YouTube. Попробуем зайти в браузер. Кто-нибудь найти. Слушайте, пользоваться можно. Даже вид до описания. Глаза, правда, очень быстро устают. Я сижу тут пару минут, мне уже плохо. Слушайте, кстати, а что насчет частоты Герц? Давайте посмотрим, что у нас тут есть. И у нас тут два выбора 60 Герц или 60.52. Блин, слушайте, мои глаза. Действительно сложно смотреть в такой маленький экран. А, 32. Пробуем выбрать. Зайдем в проводник. Меню пуск. Ну, все выглядит так, как будто это где-то операционная система Windows 2.0 или Windows 3.0. Чисто только по той причине, что тут нету цветов. То есть, все черно-белое. Ну, и, конечно, давайте попробуем зайти в игры. Начинаем с CSGO. Вот это да. Так. Блин, ничего не видно. Почише еще сделать. CSGO на черно-белом мониторе. Вы когда-нибудь такое опробовали? И мы приступаем. Заходим в игру. Закупаемся. Слушайте, все видно, даже ценник. Так, а что я взял? А, пойдет. Ну что, сейчас попробуем взять один килл с черно-белого монитора. Ох, черт. Вот десерт игла возьмем. Погнали. Даже прицел видно, смотрите. Удивительно. А, черт. О, это огонь. Жесть. Не сразу понял. Ну, блин, чувак. У меня черно-белый монитор. Да, е-мое. Сколько можно? Четыре хп. Наслышка. Класс. Давай, давай. Да е-мое. Есть, все, первый. Ну, этого достаточно. С черно-белым-то монитором. Идем дальше, запускаем Fortnite. У нас там мгновение пропадает сигнал. И вот он, Fortnite на черно-белом телевизоре. Еще какой-то новый сезон. Так, заходим в соло. Если CS-GO нам дала выставить разрешение 800 на 600, то Fortnite такого нам сделать не даст. Минимальное разрешение 1280. Как не привык, что выглядит Fortnite в черно-белом цвете, да? Прицел здесь еле-еле заметен. Блин, я даже не понимаю, что за пушки. А вот дробовик. Это стайпа. Ага, все понял. Из-за того, что нет цветов, непонятно, сколько звезд у пушки. Ах, ничего не видно. Давай, обысунься. Опа. Вижу их. Ах, ну это просто невозможно. Если в CS-GO хоть как-то можно было там в кого-то попасть и прицел был нормальный, то здесь это практически невозможно. Угол обзора слишком большой. И нужно быть очень точным. Запускаем GTA 5. В GTA 5 можно настроить разрешение 800 на 600. И уже начинает более-менее что-то читаться. GTA 5 еще более-менее выглядит. Но почему они, грузовики, ездят на дороге? Карту отчетливо видно. В принципе, гораздо комфортнее играть, чем в Fortnite. Все более-менее различим. Игра подходит для игры на черно-белом телевизоре. Так, так, так. И что-то пошло не так. Просто на экране наполовину обрезалась картинка. Надеюсь, этот старый телевизор мой новый компьютер не угробит. Ну и давайте попробуем запустить Half-Life. Посмотрим, как первая версия выглядит на старом черно-белом телевизоре. Довольно-таки неплохо. Тут явно что-то не то с разрешением. Вот так уже лучше. Ой, прицел видно. Вот так уже. В комфорте всего, конечно, у нас тут играть в Half-Life 1. Потому что игра-то старая. 99-го года она поддерживает низкое разрешение. Поэтому здесь все можно разобрать. Что по итогу? Ну, как вы могли видеть, с помощью переходников можно подключить даже черно-белый старый телевизор к современному компьютеру. Если вам было интересно смотреть, обязательно поставьте лайк. Напишите в комментариях модель своего монитора. Обязательно подпишитесь на канал. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok